Нашей телерадиокомпании подготовлен специальный репортаж об итогах работы администрации, депутатского корпуса, ТОСовцев и жителей Школьненского сельского поселения в 2015 году. Все, что было сделано в Школьненском сельском поселении в минувшем году, все было посвящено одной знаменательной дате – 70-летию Великой Победы. В первую очередь привели в порядок памятники и благоустроили прилегающую к ним территорию. Теперь тротуарная плитка появилась возле обелисков и в селе Леонтьевском, и около Братской могилы в селе Школьном. Приводили в порядок и местные дороги – в Новолексеевском, Архиповском, хуторах Малый и Средний Дукмосов, Большой Бродовой, Амосов и Вербин, а также на дорогах между этими населенными пунктами. Установили дорожные знаки и нанесли разметку. Летом также в плане безопасности дорожного движения вели обрезку деревьев, расположенных на обочинах дорог, и вывозили растительный мусор. Буквально перед Новым годом жители школьного поселения получили один из долгожданных подарков – мост, соединяющий село Архиповское с тремя хуторами поселения – Вербиным, Амосовым и Малым Бродовым, в которых в общей сложности проживают около тысячи человек. Благодарим вас всех, что построили нам дорогу хорошую, мост сделали, что мы свободно проезжаем, удобно. Большое вам всем спасибо. Большую помощь в строительстве моста оказал Архиповский карьер. Кстати, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, крае, районе, предприятию удалось не только удержаться на плаву, но и развиваться. В прошлом году ввели в действие цех по производству блоков. Еще одна хорошая новость пришла в поселение в конце 2015 года. Министерством сельского хозяйства Краснодарского края одобрена заявка на газопровод села Леонтьевского, хуторов Привольного и Новоселовского. Газопровод низкого давления – первая очередь, второй этап. Финансирование запланировано на этот год. В прошлом году на территории школьнинского поселения был заложен яблоневый сад площадью почти 10 гектаров и сливовой площадью 9 гектаров. Молодые саженцы вырастили в питомнике на территории сада. Как говорят специалисты хозяйства, это сделает яблоньки устойчивыми к местному климату. Выгодно это и с экономической точки зрения, так как в разы удешевила себестоимость саженцев. Реальные плоды в этом саду появятся уже через три года, а пик плодоношения ожидается на четвертый. Тогда садоводы планируют собирать по 450-500 центнеров с гектара. К весне этого года молодой сад планируется расширить до 20 гектаров, а в перспективе и до 60. Один из лидеров сельскохозяйственного комплекса района предприятия «Белагра» тоже расширяли растениевоческий клин за счет озимого чеснока. Поскольку у кубанских аграриев нет практики производства этой культуры, «Белагра» стали первопроходцами. В этом году рассчитывают собрать порядка 400 тонн чеснока. Обеспечение населения товарами удалось улучшить за счет индивидуальных предпринимателей. Вот уже пять лет магазин «Надежда» предлагает жителям села Архиповского и прилегающих к нему хуторов широкий ассортимент товара. Продукты, предметы первой необходимости, бытовую химию, игрушки и многое другое можно приобрести на месте, не выезжая в районный центр. Люди, что просят, привозим Надя, заказываем. Надя старается, возит сама товар с Краснодара. Следим обязательно за сроками, стараемся, чтобы всем было все вкусненькое. А в прошлом году магазин «Надежда» начал расширение своих торговых площадей. Есть задумки в нынешнем помещении магазина разместить аптеку, а под магазин отвезти более обширное строящееся здание. Ну а в селе Школьном возобновилась работа пекарни. Теперь жители уже с самого утра могут приобрести свежую и мягкую выпечку.